Здравствуйте, уважаемые зрители! В 1826 году Персия решается на очередную войну с Российской империей, в ходе которой планируют значительно расширить свое жизненное пространство, выбив русскую армию за терек. Но все сразу пошло не по плану. Так, пока основная группа персидской армии более 40 дней осаждала Шуши, ее передовой отряд, несмотря на превосходство, потерпел поражение в Шамхорском сражении и в итоге сдал недавно захваченный Елисавет-Поль. Ныне это второй город Азербайджана, Гянджа, и об этом сражении я уже рассказывал. Ссылка после видео. И естественно, после этого противник решает нанести ответный удар всеми силами и взять реванш. Так, 25 сентября 1826 года итог войны должен был решиться. Русские войска, численностью 8 тысяч человек, выстроились в три линии. В первой линии стояли части 41-го егерского полка под прикрытием казаков. Слева располагались части шерванского полка под прикрытием грузинской и азербайджанской конницы. Во второй линии стояли части 7-го карабинерского полка и грузинского гренадерского полка. Командовал этими войсками Мадатов, нанесший персам поражение накануне и освободивший Елисавет-Поль. В третьей линии стоял Нижегородский гренадерский полк, а также в резерве были части херсонского гренадерского. Орудий в русской армии было 22. А командовал всеми этими войсками Иван Федорович Паскевич. У персов же группировка была куда внушительней, и их боевые порядки растянулись в форме полумесяца, практически заходя в тылы нашим войскам. Это и неудивительно. Противник насчитывал 35 тысяч человек, из которых 20 тысяч была конница, располагавшаяся по флангам. Также противник располагал 25 орудиями и еще фальконетами. Это орудия небольшого калибра, у персов устанавливались на спинах верблюдов. Командовал неприятельской армией Аббас Мерза. В общем, как может показаться, исход битвы был решен заранее. И все начинается с артиллерийской дуэли, под прикрытием которой персы атакуют грузинскую и азербайджанскую конницу, которая вынуждена отходит. А командующий русской армии Паскевич приказывает атаковать персов основными силами своей армии. И вот вскоре слева на персидских позициях разгорается схватка за их же знамена, которые оказываются в руках русской пехоты, а персы отходят. Причем справа противник наоборот продвигается. И только после усиления этого направления и атаки в тыл врага по команде Паскевича неприятель дрогнул. А дальше, видя, что все складывается благополучно, Паскевич усиливает натиск на врага и тот начинает отход. Теперь часть персидских войск пытается обороняться на высотах, но потом сдается. А в это время части Мадатова приступают к преследованию и гонят врага 12 верст. Итогом становится колоссальный разгром. Персы потеряли безвозвратными 3000 человек, из которых 1000 попало в плен во время обороны высот. Безвозвратные потери русской армии составили 46 человек. А война, которая по логике должна была стать победоносной для персов, шла к очередному поражению. И последним надо было сохранить лицо. А вот о границе по реке Терек им оставалось только мечтать. Но и до мирного договора было еще слишком далеко. Поэтому в следующих публикациях продолжим говорить на эту тему. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин